Здравствуйте, уважаемые телезрители! Эфир на телеканале КРТВ продолжает программа «Вам слово» в студии Максим Мельников. Не за горами приход календарной осени, а это значит, что Красногорск уже скоро отметит свой очередной день рождения. А в каком состоянии к очередному рубежу подходит наш город, какие проблемы удалось решить этим летом и над чем еще предстоит работать, об этом сегодня спросим у главы городского поселения Павла Викторовича Старикова. Добрый вечер! Добрый вечер, Максим! Добрый вечер, уважаемые телезрители! Ну а я хочу сказать, что мы работаем в прямом эфире, поэтому у вас, уважаемые телезрители, есть возможность задать вопросы нашему гостю. Для этого звоните по телефону 562-0028. К сожалению, по техническим причинам мы не можем слышать наших телезрителей в студии, но редакторы эфира обязательно передадут нам всю информацию, поэтому я прошу вас, призываю еще раз звонить к нам и задавать вопросы. Павел Викторович, ну а пока наши телезрители дозваниваются, хотелось бы вот о чем с вами поговорить. Вы занимаете должность главы Красногорска уже несколько месяцев. За это время, ну наверняка, какую-то картину для себя, наверное, уже придумали, да? Вот что, какие выводы можете сделать, находясь у руля такого города, как Красногорск? Действительно, в те месяцы, что я нахожусь в должности, не прошли даром, проведен комплексный анализ. Понятные наши системные проблемы, которые мы будем решать в ближайшее время и наметим на ближайшую перспективу ход их решения, план решения, очередность решения, приоритеты решения. Все это уже выстроено. Прежде всего, следует сказать, что наш замечательный действительно город, имеющий богатый потенциал с точки зрения комфорта проживания, сегодня находится, ну я бы сказал, в фазе, которая, ну еще, наверное, на процентов 50 не соответствует ожидаемому уровню, которому он должен соответствовать. Для того, чтобы мы смогли действительно решительно продвинуться вперед, нам необходимо повысить профессионализм сотрудников администрации. И в связи с этим, уже знаю, что приходил и встречался на телевидении с телезрителями новый начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, высокий профессионал своего дела. Включился в работу. Мы готовим нормативно-правовые акты, которые изменят стандарты уборки территории, стандарты отношения к территории предприятий, которые должны своевременно вывозить и качественно это делать мусор, убирать территорию, убирать территорию своевременно, должное количество раз, вне зависимости от количества упадающих осадков. Мы должны повысить стандарты работы управляющих компаний и добиваться того, чтобы управляющие компании сотрудничали с жителями и исполняли свои полномочия также качественно. Наш город пересекает две федеральные трассы и железная дорога в ведомстве, российская железная дорога, находящаяся. Это совершенно разное ведомство, к которому мы не имеем отношения, но с которым мы обязаны настолько плотно сотрудничать, чтобы таких моментов, как закрытие пешеходного перехода с улицы Вокзальной к 7-й школе, как обустройство пешеходных переходов с улицы Дмитрова на улицу Заводскую, которая не устраивает жителей с точки зрения того, что неудобно, особенно мамам с колясками, пожилым людям, да и качество этих работ недостойное. То, что у станции Павшина, у платформы Красногорская располагаются торговые точки, к которым мы тоже не имеем отношения, но тем не менее жители совершенно справедливо указывают нам на то, что они не соответствуют требованиям сегодня по безопасности, по вообще качеству того, что они должны делать. Мы вступили в контакт с железной дорогой, мы готовимся к нашей большой встрече, потому что вообще полоса отвода железной дороги это достаточно широкая полоса, сегодня неухоженная, разделившая город на две части, просто разрезавшая традиционные пути пешего сообщения, это мы должны преодолеть. Тот казус, который произошел на Ильинском шоссе с надземным переходом, когда закрыли надземный переход, а лифты не пустили, не запустили, пришлось активно вмешиваться, что смогли в кратчайшие сроки мы ситуацию исправили, но такого впредь происходить не должно. Ну а тем не менее, возвращаясь, если говорить более конкретно, в частности, об этом переходе, многие люди действительно говорят, что неудобно, особенно мамам с колясками, которые пользуются надземным переходом, просят вернуть обратно обычный пешеходный переход, регулируемый. Будет ли он возвращен или нет? Дело в том, что решение принимает касательно того, каким быть дорожному движению, пешеходному сообщению через дорожное полотно, принимает собственник этих дорог. Ильинское шоссе – это федеральное управление автомобильных дорог, это федеральное ведомство. Они принимают решение не спонтанно и не волонтаристически. Прежде чем предложить схему движения по Ленинскому шоссе, работало специальное подразделение, организация, которая замеряла в трафике и движение пешего сообщения, и их задача – оптимизировать, сделать одинаково, может быть, где-то… В ущерб пешеходам, да, но тем не менее… Получается так, на самом деле, действительно, это так. Я не берусь комментировать, хорошо это или плохо. Мы выступаем… Ну, почему не берусь комментировать? Потому что Москва, к примеру, развиваясь, не имеет на Садовом кольце ни одного, скажем, пешеходного перехода, который бы шел по… Ну, не имеет, правда, ни одного надземного, но имеет подземные. Но подземные не имеют лифтов. То есть все равно для маломогильного группы населения достаточно неудобно. Но тем не менее, города как-то развиваются. И конфликт пешеходов и владельцев автомобилей, начиная со дворов, заканчивая трафиком на Ильинском шоссе или Волоколандском шоссе или где-нибудь еще, это действительно конфликт, который вечно существует. Важно в этом конфликте найти все-таки наименее… Уйти от перекосов. То есть не должен быть город для автомобилей, но в сегодняшний день мы не можем парализовать его в принципе. Потому что, если вы помните в наших передачах, большое количество вопросов, пробки, бесконечные пробки, невозможно въехать в город и выехать. Сейчас пробок на Ильинском шоссе нет. То есть сейчас въезд вечером в город, потому что светофор этот держал очень неактивно. С другой стороны, убрали пешеходные переходы и сделали это так, что сейчас становится понятным, что, например, в военном городке Павшино переход к школе должен быть возвращен. И он будет возвращен. Это идет, скажем так, поиск взаимоприемлемых позиций. Мы внимательно прислушиваемся к жителям и доносим до Федерального управления автомобильных дорог, до всей комиссии, чтобы это обязательно учитывалось. Мнение жителей обязательно должно быть учтено. И вот хотелось бы еще уточнить по поводу железной дороги, о которой вы уже упомянули. Переход действительно, к сожалению, перейти, безопасно перейти через эту железную дорогу, сегодня пешеходам, наверное, не представляется возможным. Вы говорили о какой-то большой встрече, которая должна или планируется произойти. Вот наверняка же есть какие-то конкретные предложения со стороны городских властей, как можно эту ситуацию разрешить. Поделитесь немножечко вот этой информацией. Мы готовим предложение о уменьшении полосы отвода железной дороги с тем, чтобы на высвобождаемых территориях, во-первых, мы могли сами регулировать все вопросы, связанные с временными торговыми точками и разрешениями. Потому что вот Ильинское шоссе, дом 6, подземный переход у станции Павшина, это постоянное нарекание, потому что там музыка играет, бывает и ночью. Милиция, полиция, ну да, в юрисдикцию нашей полиции городской, эта зона тоже не входит, потому что на РЖД есть свое управление внутренних дел и, соответственно, свои органы надзора за правопорядком. Полоса отвода, дополнительно уменьшенная в сторону железной дороги, дает нам возможность увеличить количество перехватывающих парковок. Из захламленных территорий, заросших кустарником, мы вполне можем обустроить такую же парковку, которую мы сделали у станции Павшина, которая фактически вот уже через ближайшее время позволит там размещать порядка 230 автомобилей. Причем и для жителей, которые вечером могут спокойно припарковаться, и для тех, кто уезжает в Москву днем на работу и возвращается с работы, опять уходят, в смысле уезжают себе домой. Кстати, вот платная парковка, которая сейчас еще пока там располагается, после того, как будет обустроено это, завершение, мы разговаривали с комитетными органами в районе, взаимоотношение с ней закончится с Нового года. Поэтому думаю, что вот этот конфликт, который уже несколько лет тянется, будет завершен. Ну а я думаю, что на месте вот этой платной парковки, о которой вы сейчас упомянули, что будет? Вся территория, которая между станцией Павшина и Волоколандским шоссеем, мы на встречу с жителями так и договаривались, что будет разработан проект, этот проект будет выставлен на обсуждение, и после этого обсуждения, если он будет утвержден, там может быть достойная пешеходная зона, там возможно сделать удобным трафики и пешеходные, и автомобильные. Потому что сейчас вдоль дома и пешеходы ходят, и автомобили проезжают, что в общем-то неправильно совершенно. Безусловно, я думаю, что и небезопасно, по меньшей мере. Павел Викторович, вот вы сейчас сказали о том, что вы встречаетесь с жителями. Наверняка те же жители направляют какие-то свои пожелания, жалобы к вам в администрацию. То есть, а как вы для себя решили, как вы и, в частности, ваши коллеги по администрации будете работать с этими обращениями? То есть, какая работа в этом направлении вами сейчас ведется? Мы стараемся, ну, во всем случае, создаем все условия для того, чтобы общение с жителями было наиболее облегченным. В общем-то, по обращению с жителем, это на самом деле так, мы чувствуем пульс жизни города. Как только есть что-то, что происходит противоестественное, жители на это активно реагируют, действительно, это действительно действенный общественный контроль. Наша, конечно, задача не допускает таких моментов, но бывает, что такое возникает. Поэтому все средства доставки информации до администрации сегодня работают. Это и традиционное письменное обращение, это прием населения регулярно проводящийся, это работа с интернет-ресурсами, и интернет-приемная, и сайт официальной администрации, и специальный сайт для того, чтобы непосредственно главе задавать вопросы. И мы сейчас активно, ну, практически со всеми инициативными группами жителей на территории города, мы провели круглые столы. Задача, я для себя поставил такую задачу, встретиться со всеми неравнодушными людьми, инициативными людьми, встретиться за круглым столом, с тем, чтобы присутствовала администрация, все руководители подразделений, которые отвечают за те иные направления деятельности. Соответственно, инициативная группа граждан готовится к этим встречам, и это, как правило, не быстро происходит. Есть проблемы, давно ставящиеся перед администрацией, жителями. Некоторые из них в ходе обсуждения становятся понятным, куда надо направлять усилия для того, чтобы они были решены. Не всегда это администрация города или района. Иногда это и РЖД, которая только через нас пока получает информацию и возмущение жителей. А жителям, наверное, не очень приятно получать от нас ответ о том, что администрация городского поселения Красногорск от собственного имени на основании вашего обращения направила, скажем, с требованием устранения чего-то от железной дороги. Бывает, что правильнее все вместе работать в нужном направлении. Если это направление действительно правильное, то решение вопроса наступит быстрее. Быстрее, чем это будет делать исключительно администрация. Вот это мы выясняем на личной встрече. А вот, кстати, можете ответить на вопрос, чем чаще всего недовольны жители? Ой, нет, совершенно это по-разному. Дело в том, что город, каждый вопрос, он индивидуален. И каждая часть города, она имеет свою особенность. Поэтому то, что волнует жителей Апалихи, совершенно по-другому относится к этому жителям микрорайона Павшинской поймы. Потому что, ну, разные проблемы. Но то, что бывает в общем, это касательно, к примеру, места отдыха. Большое количество и предложений, ну и, соответственно, недоумений, почему мы еще пока находимся в такой стадии развития. Это то, как обустроена плотина наша, то, как обустроена зона Ивановских прудов. Когда же будет, наконец, задают жители вопрос, в лес губаловский начнет что-то в нем делаться. Касательно леса могу сказать, что сейчас происходят процедуры просто правоустанавливающие, для того, чтобы администрация имела право, в принципе, вкладывать средства в обустройство этой территории. Мы в бюджете следующего года, что и сейчас происходит такой еще очень важный момент, все те наказы избирателей, обращения граждан, которые не смогут быть реализованы в этом году, мы, задача была поставлена, и сейчас все это собрано в единые полы, для того, чтобы в программу бюджета 2015 года и на три еще года вперед, в случае, если эти работы не могут быть выполнены сразу, по приоритетам сначала первый год, что-то мы завершим еще в этом году. Мы, кстати, в этом году постарались во многом пересмотреть решения свои и сделать упор на точки, которые могут действительно для многих создать какие-то хорошие моменты. Закладываем в перспективу, пишем планы работы. Ну, первое, не то что первое, а то, что лежит на поверхности, это все, что связано сейчас все-таки вокруг железной дороги. И, павши на станцию, мы зону расчистили. Платформа Красногорская, это узел противоречий, который надо разрешать, потому что там вообще три организации, там помимо РЖД и администрации, там еще и Мосавтодор, который тоже там имеет собственность, и часть территории обслуживается именно Мосавтодором. Это платформа Апалиха, тоже место, ну, некомфортное, скажем так, как что дойти до этой платформы жителям, которые там живут, так возвращаясь обратно, конечно, небезопасная территория, захламленная территория, заставленная временными торговыми сооружениями, необустроена и парковки, которые сейчас используют автомобилисты, они тоже не асфальтированы от этого, грязи очень много, тротуаров мало, но каждая территория имеет свою проблему. Военный городок Павшино, зона отдыха у реки, один из небольших участков, где можно действительно выйти к реке, можно отдохнуть, позагорать, с детьми погулять. Но тоже неблагоустроено, к сожалению. Тоже неблагоустроено. Подходы к реке тоже, это все будет расставлено в приоритеты, все места мы понимаем, знаем и будем стараться выстроиться. Павел Викторович, ну, давайте продолжим тему обращений жителей города. К нам уже поступали звонки от наших телезрителей, и сейчас предлагаю немножечко ответить на эти звонки. Вот вопросы, к сожалению, анонимные. Павел Викторович, благодарим вас за замену лифтов в доме 23 по улице Ленина. Хотелось бы узнать, когда будет благоустроена лесопожилковая территория у детского городка Сказочный. Ну, я так думаю, что частично мы уже на этот вопрос ответили с вами по поводу лего. Я, да, да, я действительно добавлю, что все, что будет касаться благоустройства, мы... то, что лежит на поверхности, обустройство тротуарной дорожки, обустройство небольшого, ну, какой-то там газона, это понятно. А вот что касается обустройства парков, здесь не может быть перпендикулярных каких-то решений. Дорожка пойдет так, дорожка пойдет сяк, это не парк. Это дорожка в лесу. А мы хотим получить зону отдыха, зону интересную, где можно было провести время. Для этого мы, естественно, будем приглашать тех, кто это делает профессионально. Объявим конкурс, публично его обсудим, примем решение и будем воплощать. Вот к этому мы готовимся. Средства, это тоже будет требовать, естественно, затрат. Они будут предусмотрены в бюджете 2015 года. Пока мы оформим сейчас землю первым шагом, вторым шагом проводим конкурс и будем видеть эскизный проект, как будет выглядеть парк. И согласуем его с жителями, естественно. И так все зоны. Павел Викторович, вот Светлана Васильевна спрашивает, на КРТВ был сюжет по осмотру Пенягинского кладбища. Хотелось бы рассмотреть вопрос, для инвалидов подняться в город с центрального входа тяжело. Возможно ли сделать удобные ступеньки с перилами по территории кладбища? Я возьму этот вопрос обязательно в проработку. Дело в том, что предусмотрено, первое, что Пенягинское кладбище практически развитие уже получить не может. Небольшие пререзки, которые возможны, они существенным образом нам ситуацию не улучшат. Мы будем думать, как выходить из этого положения. Безвыходных ситуаций не бывает. Но то, что территория кладбища сегодня действительно за долгие-долгие годы серьезно к этому вопросу никто не подходил. Сейчас территория кладбища производит, конечно, впечатление не очень приятное, скажу честно. Я прошел все кладбище, вот тот сюжет, мы долго достаточно времени провели. После этого несколько раз выезжали туда, направлялись комиссии. Сейчас будет приглашаться организация, которая даст нам предложение по обустройству кладбища. Во-первых, оно не полностью огорожено, оно сейчас совершенно не освещено. Не везде действительно есть даже дорожки. Где-то есть навалы мусора в центре кладбища, которые вынести можно только на руках. Туда не пройти, не проехать невозможно. Лесенки требуют, конечно, доработки, что чрезвычайно важно теперь уже, чтобы для маломобильных групп населения это тоже было возможным. Конечно, все это будем учитывать в проекте, который мы будем предусматривать при конструкции кладбища. Павел Игоревич, к вопросу матери зрителей вернемся несколько позже. Сейчас хотелось бы вот о чем поговорить наверняка. Вот львиная доля обращений красногорцев связана так или иначе с коммунальными службами. Вернее, с их работой, может быть, где-то удовлетворительно, где-то не очень. Так вот, в этом аспекте хочу вас спросить, а как сегодня выстраивается работа администрации с управляющими компаниями, с ТСЖ, с теми коммунальными службами, которые ведут свою работу на территории города? Мы с управляющими компанией в постоянном контакте, есть специальные подразделения, у нас даже есть полномочия по муниципальному жилищному контролю, в рамках которого мы обращения граждан рассматриваем и добиваемся того, чтобы, если возможно, принять решение и устранить то, по факту, чего обращаются к нам жители, чтобы это было сделано сразу. Если нет, включаем план работ, но субсидии на капитальные ремонты подъездов, замены лифтов проходят с нашим участием. Мы, как я уже сказал, планируем контроль с нашей стороны усилить. У нас в любом случае веяние времени и то, что полномочия городского поселения с первого норяга вносятся федеральным законодательством некие изменения. Мы будем пересматривать структуру администрации и в этой структуре будем усиливать функции контроля, чтобы не только общественный контроль, а обратная реакция от жителей поступала к нам, а чтобы мы могли оперативно, ежедневно получать информацию достоверную о фактическом состоянии и территории, и работы управляющих компаний. Управляющие компании с сентября начнут процедуру лицензирования, что тоже накладывает, скажем, определенный новый институт включается. Управляющие компании, федеральными органами предусмотрено, что чтобы повысить ответственность управляющих компаний перед жителями, должно быть больше рычагов воздействия, чтобы добиться качества работы управляющих компаний. Вот федеральные органы власти принимают свое решение, мы будем контролировать, но мы в большей степени сейчас взаимодействуем, налажено достаточно плотное, действительно тесное взаимодействие с государственной жилищной инспекцией, имеющие значительно большее количество полномочий и оперативно реагирующие на обращение наших жителей. Ну вот, например, как раз по поводу управляющих компаний, я так понимаю, что вот данная площадка, на которой идет речь, вот между первым и четвертым домом по улице Вокзальной, детская площадка, в течение четырех лет не можем добиться искусственного покрытия, просим помочь главу в решении вопроса по возможности сделать к концу года, так как на нее приходят дети из пяти соседних домов. Вот так. Хорошо, помечу я себе этот вопрос. Мы обязательно передадим вам все вопросы. Я могу сказать только одно. У нас действительно сейчас даже, ну ввиду того, что планомерно идет замена малых архитектурных форм детских площадок, где-то они усиливаются. Более того, мы обещали и завершается работа, опубликуем информацию о том, где мы хотели бы предложить сделать более качественные для разновозрастных детских площадок. То есть имеется в виду, они будут больше, но их... Они будут больше, они будут качественнее. Но их будет меньше. Мы их будем эксплуатировать, но они все будут в пяти-семи минутах ходьбы от домов в любую сторону. То есть в каждом дворе детские площадки... Перед каждым подъездом детская площадка нецелесообразна. Но пять-семь минут дойти, это не сильно большой промежуток. И единственное, что по норме обеспеченности мы будем предлагать такое количество мест, где дети могли бы себя найти разных возрастов, чтобы этого было достаточно. Если будет недостаточно, значит будем предлагать что-то еще. Но в любом случае мы это опубликуем, эту информацию. И касательно покрытия детских площадок, это тема, которая действительно часто задается. Чтобы решить ее значительно более ускоренными темпами, в муниципальное наше предприятие мы приняли решение и привели специальную установку, которая будет создавать прорезиненное покрытие на детских площадках. Нам для этого не будет ждать, проводить процедуру конкурсов, которая длится месяц минимум. И по графику просто пойдем, эту работу наладив, мы значительно ускорим решение этих вопросов. Я думаю, что эту площадку, если получится, то в этом году, если нет, то весной следующего года обязательно покрытие все положим. 562-0028, телефон прямого эфира. Уважаемые телезрители, звоните, задавайте вопросы. Мы постараемся на все вопросы ответить. Вот как раз по поводу еще покрытия. Жуков Геннадий Борисович до нас дозвонился, спрашивает по городу, даже не спрашивает, а предлагает по городу просьбы сделать велодорожки с асфальтовым покрытием. Я думаю, что машины, которые делают асфальт, пока у вас нет, хотя, я думаю, все в перспективе. Но тем не менее. Как у нас будет развиваться сеть велодорожек? Потому что, почему спрашиваю, в наших встречах вы не раз говорили о том, что как раз вот это направление будет одним из приоритетных, то есть шаговая доступность, да, или же создание вот таких велодорожек, я думаю, это будет в приоритете в городе. Не так ли? Так, на самом деле так, и дорожки, которые мы сейчас планируем обустроить, ну не сейчас, сейчас мы уже, я и говорил жителям о том, что бюджет 2014 года был утвержден, и программы и мероприятия, которые он предусматривал, были утверждены еще в 2013 году. Те коррекции небольшие, которые было возможно внести, мы внесли, но на предстоящий год мы будем уже планировать обустройство дорожек, но я бы назвал их не дорожками все-таки, а более широкими, широкой проезжей частью, не автомобильной, а именно для того, чтобы и пешеходы, и велосипедисты могли по ним перемещаться. Прежде всего, для того, чтобы доехать до станции, до культурных центров со всех частей города, это мы сделаем в первую очередь, но все остальное мы будем развивать все-таки по программе, по тем проектам, на которые мы будем приглашать специалистов. Дело в том, что жители, может быть, наши, бывая в Москве, в центре города Москвы, наверняка те, кто бывал, обратили внимание на то, что там улицы преобразились. Да, там в угоду пешеходам в обратную сторону автомобили из центра города фактически были и житы. Там даже заужены проезжие части, и сейчас для пешеходов действительно это очень удобно, а для автомобилистов нет. Но все делалось по проектам. Все делалось не то, как, может быть, кто-то предложил или увидел ширину дорожек, которую назначил. Ведь все это является элементом еще эстетическим. Это не просто дорожка, эта дорожка должна быть чем-то оборудована, и не только быть безопасной и комфортной, она еще должна быть красивой. Лавочки соответствующие должны быть, соответствующие фонари, не только антивандальные, но и в каком-то стиле. Вот для того, чтобы наш город имел свой облик, свой стиль, не был здесь одни фонари, здесь другие, здесь фонари светят в небо, а может быть лучше бы светить в землю. Есть совершенно новые технологии уже, это более экономно с точки зрения расхода электрической энергии. Может, чуть дороже эти фонари. Мы сейчас рассматриваем все варианты. И готовимся именно к тому, чтобы мы подходили ко всем реконструкциям, в том числе обустройство пешеходного и велосипедного сообщения, территориями, которые бы позволяли сразу достигать каких-то точек от и до. Но на всем этом протяжении уже было все обустроено сразу. Но для этого надо сначала посмотреть, что идет внизу. Может быть, сначала надо посмотреть, когда заменить трубу или планируется ли замена трубы. Потому что если мы сейчас напланируем дорожек, но не... И сделаем их, а прорвет трубу. Не прорвет трубу, а просто при этом коммунальная служба, скажем, теплосеть будет планировать ремонт теплотрассы. Вот бюджет сейчас мы строим именно из тех позиций, что мы садимся и все вместе разговариваем на карте города. Вот берем Чернио-2. Что в Чернио-2? Какие проблемы? По обращениям жителей, по объезду территории, по фактуре, которая у нас есть. Все коммунальные службы говорят о проблемах, которые они планируют сделать в Чернио-2. Поэтому сначала подземные, а потом надземные обустройства и благоустройства. Вот, кстати, одной из таких проблем у нас является, я не знаю, являлась точно, с наступлением вот такого межсезонья, как осень и весна, сезон дождей, это лужи, которые у нас появляются в городе, безусловно, поскольку ливневая канализация заставляет желать лучшего в нашем городе. То есть вот эта осень станет исключением или же опять наши жители столкнутся с проблемой непроходимости тех же тротуаров, проезжих частей? Этой проблеме действительно мы придали особое значение. И за несколько месяцев специально, скажем так, еженедельно проводится совещание, где мы ставим на неделю задачи. У нас есть муниципальное предприятие, для которого закуплена специальная техника по промыванию ливневой канализации. Более того, докупили дополнительное оборудование с тем, чтобы это делать более эффективно и быстро. Потому что, должен вам сказать, уважаемые телезрители, что прочистить ливневую канализацию только в районе, в микро-районе СГШ, ну, заняло время, ну, больше месяца. Потому что толщина ила, ну, почти метр. И из колодцев доставали, чего только не доставали, даже скаты колес. Огромное количество мусора с советского времени, не знаю, как это было раньше, но со времен развала Советского Союза такая работа проводится впервые. И, более того, приходится восстанавливать и, фактически, путем исследования этих колодцев находить канализацию, которая где-то даже колодцы закатаны под асфальт, в Черниево-2, к примеру. И только вот таким обследованием можно восстановить и потом сделать ее рабоспособной. Мы некоторые наши традиционные лужи победили. В этом году не будет лужи между Макдональдсом и остановкой улицы Кирова. Мы сейчас, нам предлагает Мосавтодор провести совещание, потому что было большое количество обращений, что, когда идет дождь, невозможно перейти улицу Народного ополщения к остановке от Солнечного Рая к остановке на другую сторону улицы. Предлагают решение с тем, чтобы это стало возможным. Мы знаем точно, что во всех частях города работы велись. Создавались условия, чтобы не было традиционных луж в военном городке Павшино, в микрорайоне Южной, в центральной части города. Но, если говорить о комплексном подходе к этой проблеме, помимо исследования и то, что было еще в центральной части города, микрорайоне Южной, например, военный городок Павшино, для него канализации не имел. Мы заказали эту работу, и проектная организация до конца года должна нам выдать проект уже ливневой канализации, которая охватится во весь микрорайон Южной и военный городок Павшино. В следующем году мы начнем работы по ее обустройству. Работы не быстрые. Будем стараться уложиться в один год, но, скорее всего, они будут переходить еще на следующий год. Потому что вся система ливневой канализации завершается очистными сооружениями перед сбросом в реку. Вода должна быть чистой. Это отдельное сооружение, которое также входит в это понятие системы ливневой канализации. Это не просто трубы для водоотведения. Это именно канализация с очисткой воды. Но, тем не менее, как вы говорите, в любой работе должны быть приоритеты. Если где-то жители увидят, может быть, какие-то огромные лужи, непроходимые, действительно... Мы знаем эти лужи. К сожалению, будем стараться. Или хотя бы добьемся предложения к тому, чтобы работники завода, традиционные лужи у Сливницы и торговым рядам, все-таки имели возможность проходить, но не замочив ноги. Готовим такие предложения тоже. Пусть это будет временное решение, но, тем не менее, мы будем стараться обеспечить эту возможность. Павел Викторович, таких застарелых проблем, как я их называю, достаточно много. И причем по всему городу. Единственное, хотелось бы о чем сейчас поговорить. Наверное, о самой крупной проблеме, о самом густонаселенном микрорайоне. Я имею сейчас в виду Павшинскую пойму. Что там делается? Есть какие-то положительные сдвиги по благоустройству этого района? Да, Павшинская пойма действительно из всех микрорайонов города является самым густонаселенным. На квадратный метр территории проживает самое большое количество жителей красногорцев. Должен сказать, что за только прошедшие, наверное, 4 месяца такой активной работы со всеми застройщиками мы ситуацию, ну не мы ситуацию, может быть, продвинули, но то, что ускорили, это точно. И работы стали проводиться более комплексно. Более того, мы имеем возможность вмешиваться в реализацию тех проектных решений, которые были разработаны еще до 2000-х годов, когда разрабатывался проект застройки Павшинской поймы. И это позволяет увеличить количество парковочных пространств, создавать безбарьерную среду с точки зрения бордюров и тротуаров, и проезжей части для пешеходов, уширять дорожное полотно для завездных карманов, автобусов, что не было предусмотрено прежде. Мы имеем план и четкое понимание того, когда будет достроена набережная в той части, где она обустраивается. Мы понимаем проблемы с тем, что набережную надо будет достраивать, и есть кусок территории, где инвестор, который должен был эту набережную обустраивать, сегодня не имеет таких возможностей, и необходимо изыскивать средства и возможности с тем, чтобы эту работу завершить. Мы имеем проблему с ливневой канализацией, но мы плотно в этом плане завязаны с городом Москвой, с департаментом соответствующим. И эту работу в ближайшее время при поддержке правительства Московской области мы также инициируем. Во-первых, мы ее инициировали уже, но рассчитываем на то, что она приобретет новую динамику с помощью нашего регионального руководства. Проблема Павшинской поймы рано или поздно разрешится. И я думаю, что придет время, и оно не за горами, когда жители города с удовольствием будут приходить в Павшинскую пойму, чтобы погулять по набережной, отдохнуть, дойдут оттуда пешком и получат удовольствие. Сейчас, к сожалению, это время никак другого пути нет, жители живут среди стройки, но стройка к осени в основном в своей части уменьшится. Появятся все проезды, которые должны быть автомобильные, будут асфальтированы. Мы постараемся исключить, максимально исключить вывоз грязи с оставшихся строительных площадок. И стараемся еще до конца года, при том, что мы уже в этом году уширили проезжей части порядка 250 мест дополнительно паять в Павшинской пойме, с застройщиками, которые делают сейчас эти проезды, договорились о том, что они также предусмотрят там, где это возможно, создание парковочных мест без ущерба для дворовых территорий еще на 300-350 машин и мест. Если мы это сделаем, то, конечно, к зиме мы увеличим количество парковок. Плюс еще есть места, где мы продумали о том, что там, где грязь вывозят с газонов, машины стоят, где только можно встать, чтобы грязь не вывозили, плиткой выложить. Но стараемся, стараемся сделать все возможное, чтобы до зимы, до грязи, до слякоти уменьшить максимальное количество этого безобразия, которое ежегодно там происходило. Павел Викторович, есть еще одна такая застарелая проблема, вернее, не есть, а была сейчас как раз идет активная часть ее устранения. Я имею в виду это расселение жителей из ветхого жилья на брущатом поселке. Это тоже большой проект, который потребует не один год. Здесь все ли идет по графику? Нет ли каких-то трудностей? График идет, все идет по графику. Сейчас единственное должен, уважаемые телезрители, всем тем, кто попадает в зону расселения из ветхого жилья, несколько вас успокоить, потому что прием, личный прием граждан, количество обращений письменных свидетельствует о том, что до переселения еще есть время достаточно много, но возникает большое количество вопросов, связанных с этим у жителей. То есть когда же, да? Не когда же, а как же и на каких условиях. Так как это первый, но такой крупный проект, который реализуется на территории города, ветхое жилье расселять надо обязательно, нет другого пути. Но вот то, как, ответ один. Каждый случай мы рассматриваем индивидуально. Если жители, потому что есть муниципальный дом, есть два дома, где инвестор застройщик производит строительство, и в ее обязанности входит расселение. Вот все, что связано с расселением, и если возникают вопросы непонимания, тут администрация открыта. И на совещаниях я сотрудникам говорил о том, что это чрезвычайно деликатная тема, и мы подходить к каждому случаю будем индивидуально. Если будет возможность неких, ну как бы, возможностей, которые мы можем вместе с жителями рассматривать, ну в рамках разумного, потому что есть законодательство, через которое и мы перешагнуть не можем. Мы тоже перед законом, как администрация, отвечаем за то, чтобы... Мы обязаны закон исполнять. И собственники помещений, которые переселяются, имеют одни права, а те, кто живет в муниципальном жилье, имеют другие права. Это написано в законе. Мы это изменить не в силах. И преодолеть это мы тоже не можем. Нет, администрация всегда только для диалога. Настрой всех, кто был на приеме, и всех наших сотрудников, настраивал на то, что это очень деликатная тема, от нее не надо уходить. Но надо всячески с человеком работать, чтобы каждый житель понимал, какие у него права. Но одно могу сказать, никто никого насильно никуда не может просто силой заткнуть, и при этом еще деньги за это взять. Павел Викторович, мне подсказывают, что, к сожалению, время нашего эфира вышло. Поэтому спасибо вам огромное за то, что сегодня пришли, ответили на все наши вопросы, ну и, конечно же, на вопросы телезрителей. Я думаю, что все вопросы, которые сегодня поступали также к нам в редакцию, они обязательно будут переданы Павлу Викторовичу. Еще раз спасибо огромное, уважаемые телезрители. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас был Павел Викторович Стариков, глава городского поселения Красногорск. Для вас в студии работал Максим Мельников. До свидания и до новых встреч. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин